Я вообще была старшей продавец. Я должна была следить за приходами, расходами, цены проверяла, все ли есть, потому что приходишь на смену, должны цены висеть, и люди должны видеть. Она сказала, что нам старшие продавцы не нужны, у нас есть бухгалтер, и она это все будет вести. Да, я не против, но меня же в известность не поставили заранее, они просто без меня решили, мы снимаем эти полставки, нам такой ставки не надо, старший продавец. У нас будет бухгалтер что делать, ну, в известность поставить надо, да, я сдала смену, я потом пришла по работе, да, мне надо было проверить. Меня просто вывели. Ничего, я не понимаю, вас не подоградили про сокращение? Да, я работала на полторы часа, скажем так. Был продавец и стаж, и пост, как и продавец. Я сказала, главный мой бухгалтер. Ну, меня об этом, мне предупредили, что меня забирают по уставке, и будет это все делать бухгалтер. Меня просто вырывали накладные от рук, и сказали, товар останется, и наклеится цена, и все будет сделано. Ну, мы могли ждать день, два, три. Вот еще рядом стоит тоже продавец, который работал после меня, и она также работала, и ждала три дня, когда напишут цены на товар. То есть, правильно, что все продавцы, которые не продают, за сколько я работаю? Нет, они все продают, люди, которые работают в цеху. Три продавца. Четыре. Четыре. Да, все остальные из цеха. Писем, но вы писали какую-то, нажалову описывали, вот все. Вы сначала пришли, и тогда работали. Да. Нет, надо отвечать, что это одно другому не мешает. Ну, ты же поставишь, а у нас в господство. Чтобы вы операторы. Обязательно надо на мэр написать. Еще два оператора. Ну, не знаю, пошла, потому что мы все с половиной тысяч начинали, а не без сдачи. Я, может, прокуратура дала проверку. Сколько недостаток? Семь с половиной. За какой период работали? За две недели. Вы расписывались в получении товара, и потом сдали отчет, и у вас не хватило семь с половиной тысяч. Да, с половиной тысяч. Семь с половиной тысяч. Семь с половиной тысяч. Да, на фигаре, на фигаре, на фигаре, на фигаре, на фигаре, на фигаре, на фигаре. Операторы. Операторы. Во-первых, оскорбляют. Воры. На каком основании? Я понимаю, если человек вышел и вышел с чем-то, что он украл, правильно? Вы его поймали. Это есть статья такая, но ходите кричать всем в глаза, потому что если вышел продавец магазина и говорит, что ему надо создать заявку, у нас там такая система, там двери идут, цепь открывается, закрывается. Задавцу надо. И если ты, она тебе что-то сказала, она подходит, говорит, что вы тут балакаете, что вы руете? В глаза это говорили. Как, как, что, как бы вы отреагировали? Лучше вам не знать. Можете себе представить, я, допустим, по своим уходам, не вызывали, она меня довела до электронического фигара, они вызывали скорую. На пекарню, я потеряла сознание. Она подошла и начала и оскорблять, поставила немого человека в цеху, где гудит, засыпаются силоса, гудят компрессора, она поставила на механическую линию. И стоит немой человек. Я, как оператор, замесила тесто, его принимаю, оператор, депозит стоит на формирующем устройстве, она ставит туда немого человека. Она на работу, мы все равны. Единственное, что, конечно, можно уточнить, имеет ли он инвалидность. Да, при этой работе. Инвалидность, я так понимаю, что человек имеет. Он не ругает. Он не ругает. Он не ругает. Друг. Но это все разные немножко вещи, я поняла. Я начала с ней ругаться по этому поводу. Стоит возле меня начальник смены, стоит возле меня главный технолог. Стою я, и мы пятером не можем ему объяснить, что принеси три листа. Он читает по губам, гудит, силос он не слышит, я ему показываю на пальцах. В это время проходит она. Я объясняю. Посмотрите, ну как, можно так работать. Во-первых, это оборудование, куда он засунет руку или еще что-то, он будет мычать. Я не услышу ни крика, ничего. Во-вторых, невозможно, начиная смена, двойной заказ. И так людей не хватало, тяжело было. И жарко, и еще к человеку надо подойти вот так похлопать по плечу, чтобы он повернулся к тебе. И показать ему три раза на пальцах, и прочитать, и пять раз повторить. Это не одно я делала, это делал со мной еще начальник смены. И стоим я объясняю, что невозможно работать. Я тут директор, и я вырешу, кто будет у меня работать, а кто не будет. Вот такой был ее ответ. А если вам что-то не подобается, можете ставить заяву на стил. Я записала, я уточню, потому что так, я так понимаю, что это не один вопрос, я так понимаю, вы уже проговаривали несколько вопросов, у вас разные есть. Так, продавцов услышала, операторов услышала. У кого еще хотела? Насчет отпусков. Вот летом, в июле месяце, мне положено отпуск. 28 дней. По графику? По графику, да. Она только дает 14 дней. Говорит, вот сейчас заказ упадет, и вы потом свой отпуск 14 дней догуляете. Осенью. Вот я подхожу, говорю, Оксана Васильевна, так и так, говорю, мне нужен мой оставшийся отпуск. 14 дней. Хорошо. Я пишу заявление на отпуск. Потом она приходит в цех и говорит, у меня не хватает людей, я в отпуск вас не выпускаю. Я объясняю. Людей реально не хватает? Оксана Васильевна говорит, у меня не совершенная летняя пятерка, 4 века, она сейчас заболела. Я не пошла на больничный, потому что она мне начала говорить. Если вы пойдете на больничный, мы с вами попрощаемся. На каком основании? Так практически все. На каком основании мы попрощаемся? Ну после которой один день она писала за свой счет, она меня снимает, берет с отпуска. На каком основании она снимает, если я беру за свой счет один день? Подожди. Она приходит в цех и говорит, я у вас отпуск, меня выпускают. Хочет и пишет заявление, что хочет и делает, я вас не выпущу. Я говорю, как это вы не отпустите, если вы подписали заявление, во-первых, написали, и я пишу 18 дней, потому что добавляется 5 календарных дней. 5 лет стажа проработала, добавляется 5 календарных дней. Походу у детей. Да, походу. И 2 кс. Да. Этих 5 дней убирается, потом еще один день убирается, остается уже не 14, не 18, а 13. Мы вам переделали, на каком основании переделали заявление? Она сама из меня писала. Как можно делать? Что у профсоюза? Мы писали заявление при кандидатуре. У нас должно было быть собрание. По поводу профсоюза, кого выбрать, кого это. Уже должно было быть собрание. Оксана Васильевна отменяет это собрание. Кол-договор у нас действует еще до нового года. По кол-договору нам положено выдавать молоко, ночную смену, кто работает, по полвитра молока. Перчатки. У нас там горячие расстройки все. Там надо по три пары перчаток одевать, такие вот, как они берут, чтобы брать вот этот хлеб, слаживать. Прожигает руки. Это прожигает руки. Перчатки не выдаются. Я уже получила. Перчатки уже покупают сами. Когда выдавали перчатки на смену? Ну, месяца два, это точно я не получала перчатки. А до этого стабильно выдавали? Да. Всегда. Придрумами, при репневках, молоко, перчатки нам выдавались. Вода. Летом, так жарко, нам доложено было воду. Какое было летом? Ночная смена работает. Это люди потеют. Все. Люди обезвоживание получают воды, не бутылки на технику. Ночная смена обязана была получать воду около договору. Воды у нас не было, ни бутылки воды не было. Еще мы хотим, чтобы проверили, как начисляется у нас на предприятии зарплата. Потому что со свой директор, кому хочешь, стихи тому заработать. Кому считаю нужным. Это кто? А, ну дайте ему 20% премии. А, это ему не надо. Значит, навещу его премия? Что это за разговор? На склональных предприятиях. Никак может быть разница между людьми. Люди работают одинаково. Как одинаково работают? Набрады в каждую смену 3 новых человека. Вот эти старые работники обрабатывают тех новеньких. Зарабатывают им зарплату. Сейчас поставили нового начальника измены. Хочется, мне она расскажет, что тут вредит. Если оператор приходит отчет, начальник сникуляции. Он не умеет, он не может посчитать заказ. Он не собрежает. 20 кровь его не получили. Я прихожу в ночь на работу. Я делаю половину работы начальника смены. Я должна стать, вот уже по памяти хотя бы, приблизительно, посчитать себе заказ. Сколько мне надо несить хлеба, чтобы люди, которые пришли в ночь, у них тоже есть семьи, дети, вовремя ушли с работы и отправили детей в сад. Просто стараешься, берешься, как-то уже думаешь, думаешь, надо сочинить. Он сочинил заказ, приходит ко мне. Посмотрите, начальник смены оператору. Посмотрите, правильно я это сделал? А это правильно. Так, если пойдем с конца. Значит, первое. У вас полдоговора заканчивается, и профсоюзов у вас нет. Все было бы гораздо проще, если бы вы это все обговорили на своем профсоюзном собрании, и только один человек делегировали, и уже бы одного делегировали, вы, если бы ваша правила, начисление заработной платы. На моем опыта, это я проверю сама, начисление зарплаты. Так, есть. Перчатки, вода, то, что вам на кожу, по грунту оговору, это тоже понятно. Ну, я на название вопроса записала. По инвалида проверю, имеет право работать, не проверить. Вы будете писать в официальное обращение, или вам для приема как надо? Ну, для приема есть карточка, но лучше, чтобы все равно ваш вопрос будет расписан, да? Пусть будет. Распишите, что ваше недовольство. Даже, может, сейчас я вам внесу бумагу и ручку. По сути, если расскажите, что первое, у вас много профсоюза. Да, они и так насчитали. Это сколько мне надо? Можно нормально. Оператор Технолог? Да, с обеденного хлеба не надо. Директор снял по рецептуре сахар. Технолог. Технолог есть. Но директор сказал ей снять сахар. Она снула сахар. Сахар вообще, чтобы снять что-то, поменять рецептуру, обеденного. Это по ГОСТу, не положено. Это надо ехать в город, чтобы только ГОСТу решила снять сахар. А потому что директор никого не слушает. Даже технологам. Если технолог, человек пишет заявление, она стоит и уговаривает, те же маленькие дети. Успокойся. А директор проходит и говорит, Валентина Петривна, как она ей сказала. Не надо никого уговаривать, а то тебе так если ты звонай. Вот. Ответ. Если людей надо ставить, мало того, чтобы отпускать, то еще и есть. Ведь право тебе это самое. Технолог, проработав 19, на предприятии, Валентина Петровна Тюрьмяна, это было сказано Технологу при работе. Это обращение, вообще обращение к людям. Насколько мы понимаем, уважения никакого. То, что 15 лет, то, что 20, то, что 50 лет человеку. Она пришла, я сказала, все, отрезал. Хоть падает. Я, братовед, стою, работаю в магазине, у меня куча народу, очередь стоит, 50 градусов жары в том магазине, пота не стекает. Она позакрывала все двери, мы воруем, когда мы начали падать бомбара, как мухи там. Тогда она поставила через 3 дня кондиционер. Вот закрыла двери, и все. А когда она стоит, она стоит в таком буре, там брашеновские конфеты, но не были грустные. И что вы думаете? Через час есть дуло с пекарями. Бухгалтерия вся приходила, каждые 15 минут испытала, я достаю до смены до конца, 7 часов, чтобы я закрыла мухи, или нет, или я в подопе. Я сказала, доброе утро, как вы себя чувствуете? Я говорю, не я. Если бы он мог бы начальника смены ставить, к нему подходишь, да, элементарно посоветоваться, потому что я сомневаюсь, я на печах стою, я сомневаюсь, мне надо спросить, я не знаю. И кому мне идти советовать? если мне ничего не надо. Будет перерастойка, не будет перерастойка. Вот с Жанной мы проработали там вместе 8 лет. За 3 месяца там уже 4 продавца, сейчас мне нужно ждать девочка не может, люди уходят, они не могут там работать. Если недостача, ты сшиваешь. Ну, будешь лучше. А если вы проработали с ней, если пойдем, она не пишет недостачу, 4 месяца. У меня все равно вопрос по недостаче, у нас появится открытие. Недостача, вы же сами ее чувствуете, если вы товар получили, вы же принимаете по офису. Вы знаете, там половина товара... Значит, вам ее как-то добавляют? Ну, как ее можно добавить? Там половина товара не проходит по... Не по накладу, они проходят. Когда мы переучет делаем, не проходят по номенклатуре. Их нет. Вот 8... Сок приехал. Это ваша вина, это ваша хаоса. Ну, как вы принимаете? Ну, как вы принимаете магазин, без переучета, ну, люди добрые. Я в данном случае, ну, я принимаю на себя магазин. Половина товара у меня какой-то лежит, ну, которого я не принимаю. Нет, я не принимаю. Ну, я его не сдаю на переучете, его нету, я его не могу найти. Я его написываю. Дописали его, когда приняли, и дописали, когда... Не пишут, а на переучете его в листах не было. Ну, то напишите. И что, и все равно это не достать? сначала 7 300, теперь уже 7 с половиной. Там элементарно нельзя сделать, там товарооборот, магазин, я там проработала 14 лет, там 30, 28, 26 тысяч товаров. Там у кого нет? Вообще товаров. Какой оборот? Оборот, ну, сколько там у тебя было? Ну, это было летом. У меня было, допустим, в июле я была... за 4 тысячи. А вы работаете, смена сколько? 2 недели? Ну, за 14 дней, 3, 4 оборотов. ну, что-то, я для себя так и не поняла. как бы, есть товар? Приняла все, и сдала, и я там, а что? Нет, потому что я сидела, разбиралась с бухгалтером, который вот в данный момент работает, она просто неправильно ведет бухгалтерию. Потому что я пыталась доказать... это кто сегодня ведет у вас? Людмила Сергеевна. Я ей рассказываю одно, а она не другое. Я не другое. Я тоже не могу понять. То ли вы принимали, что-то дописывали, потом вы сдавали, на переучете этого не было. Ну, я бухгалтер, я тоже не понимаю. Да, я тоже и бухгалтер, и экономист, я понимаю, что если вот такая вот, то она такая, и весит она там, ну, килограмм или полтора, а если в ней 300 грамм, то ей же куда-то надо есть. Вот смотри, вы приняли себе эту. Допустим, морщинская вода там 10 упаковок была, она идет по переучету листы вам выдали, да, выдали, есть она, ага, продалась. Мы пишем, ее нет. На следующий перечет, эта вода опять пишется, что ее здесь и что? Люда, почему так? Почему реализация не прошла? А пишешь, что она есть. Потом, да, это потом, может потом. Вот. Вот и все. То есть, вы хотите сказать, что есть факт недостоверности ведения бухгалтера. Недостоверность ведения бухгалтера. И это все ведется через компьютер. Это все ведется через компьютер. У меня и вот, мы слаживаем накладные вручную. Вот так как к нам насчитали недостачу 4200, так мы ходили туда два месяца, и мы дошли все эти деньги. Ну вот откуда они взялись, если их на данный момент не было? Я сказала, что мы не будем платить, я сказала, что там нет недостачи, там ее быть не может. Мы ходили туда два месяца, и накладные сошли. Все прочитали. Пришли и сказали, что это все деньги на Семеновна. У нас накладные были на руках, у нас были переучеты, а так вы писали от руки. Тогда мы начали ходить к ней с компьютером, там было миллион ошибок. А сейчас у девочек чисто вот за украинцами носят компьютер, они от руки ничего не пишут, не ведут никакую бухгалтерию, ничего. Они ведут к каждому заказу, которую они сдали за сегодня, все. А остальные приходят и ведут бухгалтеры. Как можно разобраться, если вот ей, ну, ни записи, ничего? Не можно как-то. Не можно. Вот именно что не можно. Если у нас было, что показать или доказать? Человек, который принимает в подсчет товар, он должен его чувствовать в натуре, и на бумаге, и в компьютере. При переседании он должен видеть натуру и документы, и объем реализации. Вот тогда это будет правильно. То, что мы видели в накладных, это одно, а потом то, что начали смотреть компьютеры, было совсем другое. Только мы могли это доказать. А она просто как человек ошиблась, так? Да. Мы это могли доказать. Потому что у нас были свои записи, мы все накладные писали, мы столько раньше могли. И нет, как совсем тут ни при чем. То есть получается в данном случае как бы бухгалтерия сработала так, что вот заставила вас технерпичить на 7200. Я правильно понимаю? Я не знаю, кто там виноват, и разобраться я так не смогу, потому что мне не дадут подробности. А мы кроме... Платили уже через месяц. Я не буду платить, я пришла в прокуратуру, попросила сделать проверку, чтобы нашлись эти деньги. Понимаете, если я их не могу найти. Мне никто не даст такие деньги. Там, допустим, вот как бы я, когда еще работала, было такое, что вот, допустим, я сегодня наторговала 6000. На 3000 я набрала хлеба. Проводятся деньги за хлеб 3000. А остальное... У вас тут 3000 деньгами. Что вы сегодня продавали? Ну, это надо ставьте, посчитать. Правильно? Так как у меня люди, я этот товар сейчас посчитать не могу. А им в этот момент уже надо сделать провести реализацию, чтобы закрыть эти деньги. Вот так, стоя, глядя на полочку, что у нас там с водой? Соки продавали? Да, продавали. Воду продавали? Да, продавали. Хорошо, сколько бутылок? Ну, я же не могу запомнить сколько. Ну, пять, ну, шесть штук. Вот это было со слов, делалось реализация. Вот эти 3000, нам надо на 3000 продать товар. А, на самом деле, это было, как бы, знаете, вот товар допустим, один продали, а вот в наличии еще есть. На полочке стоишь, а его уже продали. А это так, не делаешься. То есть, она пришла накладными со своими. Ну, такие, как, допустим, мои другие, они... Это пугалки приходят. Пугалки вместе с Аксановой Сирией. Они смотрят по полкам. Ну, вот такой товар, который стоит на фоке, там, ветри, витри, 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 витри. Это что видно? Витри, витри, витри. Визуально. Вот она посмотрела, ага, там такой, там, кофе допустим, что там у нас было, там, кофе, вот это дороготь. Кофе, семечки там, мороженое. Ага. Не нашла она его, она его, в реализации. То есть, мы должны за этот товар дать деньги. Хотя он стоит на фоке, она его просто не увидела. И так они проводят накладные. Потом переучетик. Мы же уже его продали. Это вы его продали. Вы себе там считали, что хотели. А он-то у меня стоит. Кто-то делает переучет. Это не переучет, это не... Это и полная штука. Это просто реализация. То есть... Это надо пересчитать. Я ж тебе уже подожди, к столовой. По цеху. Принимаем заказ. Я пишу им нашу одну. Наташа, подожди. Мне надо за олень-то сказать. Принимаем заказ. Виписуем накладную. Пишем бумажку. Ну, а в эту кладку... Начальник Семенщин. Принимает заявку. Пишет бумажку. Люди слаживают хлеб. Компьютер и опечатка. На автостанцию выписали. Не 8 черных, а 81. Старая клавиатура. Там нажали неправильно все. От тех 80 булов. Никто не признает. Их повесили на водителя. Водитель зарплаты должен заплатить за 82 хлеба. На автостанцию, на 10 дней, чтобы там продалось... Ну, 5. Чтобы там продалось 82 хлеба. И люди, которые слаживают этот хлеб, они знают, сколько туда хлеба они слаживают. 3, 4, 5, 6. Там 40 детей. Ученого идут. Зачем так делать? Скажите. Людина за 50. Дорожить работой. Сейчас из него выщипать 80 блоков. Все. Он так ворит. Ворит. Все. Людина не адекватна. У нее трусы. Я таких людей не видела. Чтобы она сходит до тебя, она тебя задушила. Разделила. Это что? Заруховодитель таких. Мы с девочкой сложили две бумажки, получается, пилоски. И он по два раза вносит на эту бумажку одну и ту же булку. По два раза. Но мы бы сложили. Это просто было бы подставы. Подставили бы нас. А потом, накладной этого нету, подставляет рабочих и водителя. Вот. Ты сложила, водитель увез, вы это своровали. Мы бумажечки вот эти, все, что слаживали, водителя, все сохраняли. Накладные. Вот эти бумажечки, что он расписывает, все сохранялось и привозилось ему. Он, я ошибся. Как ты мог ошибся? Это все четыре дневных. Это уже когда доказуемо стало, то он ошибся. Когда недоказуемо, вы неправильно сложили. Вы украли. Мы научились доказывать. Да. Значит так и будет. Делайте ваш учет. Нет. Просто вы понимаете, он выходит. Значит так и будет. Но вы меня извините, мы же пришли работать, а не следить уже за бумажками. За это. Люди приходят же, что же спокойно отработать, в спокойной атмосфере. Это что нам получается все время быть напряжением и настроем? Так получается? Все время боятся, что сейчас... Все время боятся, что тебя где-то подставят. И спасутся, головы до ноги. Нет. Это же не можно так работать. А я же сейчас работаю. Я могу сказать точно, что 2-3 года назад в бухгалтерии порядка не было. Я могу сказать на камеру. Порядка в бухгалтерии не было. До сегодняшнего дня порядок не навели. Ну я не знаю на сколько хуже. Я сказала свое профессиональное мнение. Порядка в бухгалтерии не было. Я так понимаю, и сейчас его еще тоже нет. Мы сейчас с бухгалтерами будет отдельный разговор. Года прохождения аттестации. В этом каминала нет никакого. Потому что все то, что говорят, у директора сегодня задача не то, что сложная, у директора сегодня задача не выполнена. не полномосу сведений по миллионных долгах удержать коммуназию предприятия. То, что вы говорите, я по-моему вас всех прослушала, это чисто бухгалтерский ошибка. Бухгалтерия не работает и не пытается работать. Если я должна ходить, если я замесила хлеб, и должна тут же написать себе на малыш, сколько я их себе замесила, и ходить с этим листиком, чтобы не было двух ног потерять, в этом нонсенце. Так это не бухгалтерия уже. Это директор. Она знает, что она посадила начальника смены, который не соображает. Она его туда посадила. Это же бухгалтер пришел там. Начальные смены и бухгалтер. Это же директор. Они отправляются, и хлеб целевой завозят в киоски. Это нормально. Люди покупают. Контейнерами стоит директор. Это директор. Он слаживает. Начальник смены. Он принимает пожару. Я видела видео, которое выложили. Это возврат. Не надо рассказывать сказки. Мы не должны пугаться того, что хлеб возврат, мы не пускаем на переработку. Нет, это не возврат. Это в контейнерах стоит хлеб. Это не возврат. Это консериал, который отправляется утром или вечером. Волка такого. Волка такого. Волка такого. Ну о чем мы говорим? Нет. Возврат. 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 Возврат в переработку, я так понимаю, вы не отправляете. Нет. И слава Богу, чтобы что-то у нас есть хорошее. Это же идет разговор по тому поводу, что она нагружает, когда говорят, вот если в магазин заказывает 5 и 5 обеденных, начальник смены выполняет этот заказ. Он по этому заказу считает оператору, сколько хлеба надо занести. Но если директор приходит, он говорит, надо бишеров быть. Зачем больше? Ты ж не консерва, что он отстает. Год. Что он год отстает. А какую же она нам дает зарплату? Если вот это все будет вот там за печами в этом. И оно продастся вообще за копейки, за бесценок. Как продастся? Как хлеб. Зачем грубить тогда тем поставщикам, которые берут у нас хлебки и отправлять их. Уже давайте про все проблемы говорим. Вот реально, если вы это проблемы, вы ее знаете. У вас миллион долларов. У вас, у нас так много. Так и что, тебе над нами издеваться можно? Я проработала 14 лет, я просто... Вы, значит, в этом предприятие знаете лучше, чем я. Вот и с вами предприятие огромный дом. Мы как любите? Мы пробовали уже разные варианты. Но вы работаете с людьми. Вы знаете. А то таким способом, как нам... Нет, я сейчас... Это не в упрек. Это еще больше... Сейчас не в упрек. Вы это видите. Поменять ассортимент. Я поняла по начальному смену, по бухгалтере. Поменять ассортимент. Ну, где-то закончилось с Коблева, Нашары, работы людей. Вот сейчас, как дальше? Искать, сбить, искать. Надо этим заниматься. А не стоять в магазине торговать булочкой. И выгонять предпринимателей, которые берут много хлеба. Вот пришел человек. Сегодня ему надо 20 хлебов. Спрашивают. А зачем? А куда? Ты что, продавать его будешь? Какая разница? Человеку надо. Заключите договор. Будете брать. Ну, человеку надо только сегодня. Вот был случай, когда человек приехал брать на похороны мой родственник. И звонит мне и говорит, мне не дают купить хлеб. Я говорю, почему? В магазине хлеб не дают купить? Вот такое было. Человеку вам похорон нужен был хлеб. Мальчик пришел, как бы мама с папой уехали в деревню, а мальчик приехал на машине купить этот хлеб. И этого ребенка там достали. Это такое было. Я говорю, я уже там не работаю. Я как бы, ну, объяснила ситуацию. А как нам купить? Я говорю, подъедь, ты тут еще, может, еще есть. Вот такое было у нас. Завлетела, которая с везетки. Завлетела все время. Подойдешь на любом киоске. Резалась половинка хлеба обеденная. Нет. Вот я не хочу так. Вот будет так. Наши инсенеры, если бабушка, кого не встретишь в родственник? Ну, бабушка, я был в родинского хлеба. Это так директор за сбыт переживает. Не, я покупаю это же было. У нас все время съедается. У меня мало кто не покупал. Ну, а ведь мне нужно этого хлеба полночь. Пошел покупатель, а нас не ругал. Ну, половина покупателей, кто не ходит в магазин за хлебом. Вот, поэтому у нас, как получается, что... Более-более все за сбыт. У нас просто система так директора немножко переживает. Она в том числе стала переживать за предприятие. Наоборот, как-то людей поддерживать. Уметь выслушать людей. Нет, это будет менеджером, конечно. Водители просят четвертинку хлеба. Да. Тоже не разрешает давать. Ну, если ему пообидать, надо кусочек. Кусочек колбаски и четвертинку хлеба. Ну, что тяжело, да? Своим водителям. Да. Ну, это смена. 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 И на работу, и маршрутчики. Да, маршрутчики. Бабушки приходят. Ну, хочет половинку. Ну, зачем одной бабушке, например, одна живет? Зачем булка хлеба? Когда она ездит? Скорее. Уже неделю-двину. Я живу не одна. У меня микрородина. Мы их купляем по половинке. Ну, поддержите чесноком. А меньше так. Сегодня вкусный хлеб, а завтра уже не який. Тем более, если сняли с санхар, то я крем не той обеденный. Вот я крем не. Не який. То есть, она требует цвета, а цвета нет вообще никакого. Нет, она пожарится. Так, я прошу прощения. Я был в порту. Так. Хватит мне. Давай я тут сейчас. Сиди. 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 Сиди с этой стороны. Отдвигайтесь. Можно я? Давай. Я не работаю. Да, потому что я так тоже для компании. Я не знаю. Я не знаю, что я так не знаю. Я не знаю. А вот очень душно. Так душно, как снизу. Мы, в принципе, говорили с кем-то одним, двумяшим, скорее. Мы, скорее, поговорили. У меня в кабинете. Мы будем тихенько сидеть и слать. Нет, иди с Жанною. Идите. Мы тут все проговорим. Что мы сейчас будем это поговорить. А девчата, вы себе поговорили. Давайте. Сиди, мы тут пообщались. Я тут погоню. Спокойно, честно, что мы еще на работу не выходим. Потому что я спокойна. Спасибо, что вы нас приняли, вызвали. Мы с Сибирьеводцем работаем не хотим. Это не руководитель. Мы пойдем с ней в бессистое. За руку взяли. Так нельзя людей унижать, оскорблять. Бачите? Это вообще... Тот друг, кто действительно руководит. Именно руководит. А это же можно обчитать. Спасибо. До свидания. Ну вы напоминаете? Он же приехал. Ничего, пишите. У меня по дороге туда и вошел в 4 часа. Да, я вышла на...